Отношения в семье ребенок считывает, как родители относятся друг к другу, как они относятся к ребенку. Надо разбираться. Чаще всего это проблема в родительских отношениях, потому что дети, я еще раз говорю, они все считывают с поведением взрослых и каким-то образом это отражается на ребенке. Ну, конечно, потому что дети смотрят на пример, который внутри семьи, смотрят на своих родителей, поэтому это все взаимосвязано. Ребенок сам не осознает даже иногда, что творит, какие решения принимает, поэтому, мне кажется, даже как-то между родителями, возможно, должен быть контакт. Если ребенок видит негативные отношения в семье между мамой и папой, и, допустим, что папа обижает маму, то, скорее всего, он также, если брать мальчика, он будет проецировать это в классе или в будущем, также относиться к девочкам, разговаривать, то есть объяснять, что так нехорошо, что это плохо. Ну, опять же, откуда он это берет? Скорее всего, он видит какую-то обстановку, наверное, в семье. То есть это личный пример. Родители могут этого не замечать, то есть сами грубо обращаться друг с другом. Ребенок в первую очередь смотрит на отношения своих родителей, учится у них. Проводить, конечно, разговоры, общаться с ребенком, выяснять, пытаться выяснить причину такого поведения. Всегда есть какая-то причина. Да, конечно, обстановка в семье, несомненно, влияет на то, что ребенок говорит, потому что дети – это наше отражение. С ребенком нужно говорить, и самое главное – детей нужно любить. На самом деле, чаще всего дети, которые обижают, это дети, которым не хватает внимания. Соответственно, чем больше мы будем уделять детям внимания, чем больше мы будем их целовать, обнимать, спрашивать, как у них дела, тем меньше они будут давать какую-то агрессию и выплескивать эту агрессию и недостаток внимания на других детей. Субтитры создавал DimaTorzok